Спасибо большое. София, две сестры София и... Как вас зовут? Алика. София и... Алика. Алика. София и Алика, сможете вдвоём спеть Харе Кришна? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. У, как красиво. Спасибо большое. Рада, есть возможность спеть? Ага, тогда... Ага. Ага. Я хотела ещё сказать, что я сейчас вот скоро освобожусь и зайду в компьютер, и буду полностью встречать. А, рада, чуть-чуть. Харе Кришна. О, сейчас давайте послушаем Аману, да? Сможешь спеть Харе Кришна? Давай. И потом сестрёнки тоже, Анжелика и София. Харе Кришна, Харе, 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 Рама, Харе, Рама, Рама, Харе, Харе. Харе Кришна, Харе, 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 Х Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Али, 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 Рама, 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 Али, Али. Харе Боу, самбо, слушаем вас внимательно, споете? Есть возможность спеть? Харе Кришна, это мама, сам бы сейчас еще немножечко, вчера поздно с храма вернулись, поэтому ну давайте с мамой вместе ну ладно, окей, Харе Кришна Харе Кришна Харе Кришна, дорогие прекрасные вайшнавы, рады вас приветствовать так, мы с вами продолжаем читать Бхагавадгиту, как она есть и так мы с вами начинаем ее читать так, минутку сейчас еще раз прошу прощения новая администрация нет, нет, новая подождите-ка скажите, пожалуйста, что вы сейчас видите? картинку крутую крутую, да, картинку ясно первая глава так, вот ага, обзор Бхагавадгиты давайте вот так я на Х5 нажму сейчас, одну минутку Х5 ну ладно, что-то она не хочет на весь экран странно так, я так до сих пор и не научилась хорошо водяна, владеть этим так я должна 5 почему не нажимается так, ладненько так сейчас, одну минутку ребят я до сих пор старушка изучаю так вид, запись а пока слайдов где у нас главное рисование, ставка перехода, анимация слайдшоу слайдшоу да сначала опа о все показывает итак вот Бхагавадгита как она есть видим, да видна картинка? скажите, пожалуйста yes yes нет? по-английски я сказала да видно видно а, видно все, спасибо окей итак Бхагавадгита как она есть Шиле Праупаде говорит если человеку посчастливиться услышать Бхагавадгиту от истинного представителя Господа и понять ее непредвзято так, как понял ее Арджуна можно считать что он постиг всю мудрость заключенную в ведах и других священных писаниях вот нам посчастливилось услышать узнать о Бхагавадгите от чистого преданного Шиле Праупаде именно он нам это передает поэтому слушая Бхагавадгиту читая комментарии Шиле Праупаде мы можем понять всю истину вот все сразу все знания сразу открываются и самые главные пять фундаментальных истин которые раскрываются в Шримад Бхагаватам это первое Бхагавадгите Ишвара это верховная личность Бога Джива подвластные живые существа то есть мы с вами Пракрити ну это на санскрите называется это материальная природа есть время время называется кала знаете да время это кала поэтому время мы узнаем все о времени и о деятельности деятельность которая приносит причинно-следственную связь итак вот эти все истины мы с вами можем узнать вы помните вот эта картинка что изображается что изображено на этой картинке дрида слепой ничего не знает и Санджая ему говорит что там происходит и Кришна Арджуна то есть и Санджая говорит что Кришна с Арджуной болтают не просто так говорят о истине о Ишваре и о Дживе и о Пракрити и о Кае ну еще как спасибо Махатна да Санджая действительно слепой он родился слепой но он не только по природе слепой он слепой потому что он не видит истину да а Санджая ему передает хорошо Махатна давай еще кого-нибудь спросим давай еще кого-нибудь спросим как ты считаешь еще кого-нибудь спросим по-моему давайте сам бы наверное устал давайте Гитамрида как ты думаешь что ты видишь еще на картинке ну я вижу что который сидит на стуле или он он может видеть даже тысяч километров я просто не могу вспомнить как его зовут но Санджая Санджая да да это такая непростая способность он может видеть на расстоянии и рассказывает царю об том как происходит битва спасибо большое Гитамрида действительно Санджая у него особое зрение кто ему дал это зрение в Ясадево Анжелика да совершенно верно ему дали особое зрение в Ясадево вот здесь как раз показано что Санджая даже сквозь стены на далекое расстояние видит что происходит и вот Санджая рассказывает слепому Дритараштри что происходит на поле битва Курукшетра и первый текст вы уже все рассказали да ну давайте еще раз Махатмадас расскажи с чего начинается этот рассказ Дритараштру Ватчат Хармакшетри Курукшетри Самоветаюцова Мамаках Пандаваш Чейвакима Курватам Санджая Дритараштри спросил О Санджая что стали делать мы сыновья и сыновья панду когда говоря желанием вступить в бой собрались вместе полуничество на поле Курукшетра Харибол супер да и вот теперь что же говорит Санджая и так Санджая говорит ребят смотрите здесь видите вот над прежде чем прочитать я хочу вам немножко объяснить над стоит волнистая линия значит это читается через нос а над а сейчас я расскажу послушай над а стоит черточка горизонтальная значит мы ее долго читаем над вот где стоит черточка там мы долго ее читаем над n стоит волнистая линия через м а м значит мы ее долго читаем над м точкой вот смотрите пандавах пандавани кам кам м вот это читаем долго и вот здесь над n тоже опять стоит точка то есть мы читаем такая знаете носовая n итак что же что стал говорить санжая санжая увача дриштва тупан давани кам ютхам дует ханас тада ачарьем упасан гам я праджавачан нам абравит тэ у них чаще всего читается как английское мы говорим тэ а у них т тоже как английское поэтому праджавачан праджавачан абравит вот так и пословный перевод санжая увача санжая сказал дриштва осмотрев ту но пандава аникам армию пандавов в ютхам выстроенную выстроенную в боевые ряды дурьот хана вот когда дурьот ханах видите ах а внизу точка стоит хэ значит мы ее читаем долго дурьот хана хаа царь дурьот хана но здесь если вы видите по словам переводе ах а в самом тексте не дурьот ханах аэс стоит дурьот ханас потому что следующее слово начинается на глухую тада глухую букву т поэтому не дурьот ханах а дурьот ханас тада ну вот так вот ачарян к учителю упасанган я подойдя ра джа царь пачанам речь абравит произнес итак перевод литературный перевод который дает Шила Праупада Санжая сказал оглядев боевые порядки армии сыновей панту царь дурьот хана подошел к своему учителю и произнес такие слова обратите внимание Санжая что видит Санжая видит как дурьот хана посмотрел на боевые ряды и вот Шила Праупада объясняет что он испугался он не сумел скрыть своего страха он увидел огромную армию он испытал при виде армии пандавов страх он увидел большую армию хотя армия дурьотхана тоже была большая но дурьотхан думал что у пандавов будет маленькая армия он знал что он собрал все военные военных вокруг себя и думал у пандавов не будет армии но пандавы опять их пять сыновей пять армии но еще к ним присоединились еще две армии у пандавов семь арм получилось ну а у дурьотхана одиннадцать когда он увидел он не не испугался и вот что он начал говорить текст третий посвят скин пандавов и вот дурьотхан говорит взгляни уучитель на огромную армию сыновей пандавов который так искусно выстроил твой одаренный ученик Сын Друпады. Вы все знаете, что раньше, как по молодости, когда они учились, они были вместе, Друпад и Дроначария. Они были вместе. Но так произошло, что когда они выросли, они поссорились. Не поссорились, Друпад, царь, не выполнил одну просьбу, не стал выполнять просьбу Дроначария. Дроначария был бедным. И он пришел к своему другу, а друг его уже вырос и стал царем. Он попросил у него дать корову. Но тот недавно корову. И, конечно, между Друпадом и Дроначарьем возникла целая проблема. Проблема в виде конфликта. Они перестали быть друзьями. И Дроначарья решил, что он должен отомстить. И вы знаете, что когда он воспитал всех пандовых и сто сыновей панду, они победили Дроны. Он воспитал их и сказал, «Ваше подношение будет в том, что вы выиграете. Выиграете и победите Друпаду». И сто кауравов во главе с Дурьотфаном, у них не получилось победить Друпаду. А вот пять пандавов смогли выиграть. И, конечно, благодаря, прежде всего, их сплоченности, они все применили свои таланты. И Арджона, конечно, сумел победить Дроначарьем, Друпаду. Друпада решил, что он должен вновь вернуть себе... А, когда Дроначарья выиграл благодаря пандавам, он забрал у него половину царства. Половину царства забрал. Ну, вы знаете всегда по Махабхарате это. Он забрал у него половину царства, и Друпад этому очень был... Очень-очень был этим недоволен. И он поставил перед собой цель вернуть себе не просто царство, а победить опять Дроначарью. И для того, чтобы ему победить, он провел Ягию. И из этой Яги вышел его сын, который прямо закладывал Дрошту. Для меня должен появиться сын, который победит Дроначарью. Вот. И действительно... И из этой же Яги вышла Дроупади. То есть из Яги вышли два человека. Знаете, да? Дриштадзюна. Вот он вышел. Он рожден, чтобы победить, убить Дрона, убить Друпаду. И вышла прекрасная Дроупади. И вот посмотрите, что дальше говорит Арджун. А что дальше говорит Санджая? Итак, может, Махатма, прочитаете, что говорит в этом начале? Ой, что говорит Дритараш? Дуриотхан, прошу прощения. Что говорит Дуриотхан? Текст четвертый. В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою в имя Арджуне. Среди них такие великие воины, как Юют, Анабирата и Друупада. Текст пятый. На их стороне великие, храбрые, могучие воины Дриштакету, Чикитана, Кашираджа, Куруджит, Кунтифоджа и Шайбля. Текст шестой. С ними могучий Ютхаманю, грозный Утамаудра, а также Сексу Бадри и Сен-Виадро Упады. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах. Спасибо, вы прямо настоящий актер. Спасибо большое. Вот что он произносит. Но мы говорим самое главное, что он настолько боится, обращает внимание, хотела бы я вас, вот он обращает внимание, хотел бы, чтобы вы еще раз вернулись к тексту третьему, он обращает внимание Друначарьи именно на то, что его ученик, сын Друбады, который именно родился, чтобы убить Друбаду, он его обучил всем искусством. Друначарья, зная, что сын Друбады, который специально появился из огня, чтобы убить его, он все равно обучает его искусству. И Шила Брабада говорит, что это не просто так. Если учитель знает какую-то науку, он должен ее передать. И Друначарья, не боясь на то, что его убьют, он все равно передает знания, искусство воина своему, получается, убийце, тот, кто его убьет. Он передает все равно знания сыну Друбады. Как вы думаете, Дриштадюмни, почему он все равно передает ему знания? Вот он знает, что Дриштадюмна его убьет. Просто выполнял свой долг учителя. Долг надо выполнять. Боишься, не боишься, все равно надо выполнять долг. Вот, например, в наших лет надо учиться. Спасибо, Махатма. Хорошо. Что думает Анжелика? Что думает Гитамри, Тасамба? А вы что думаете? Что думаете? София. Вы что думаете? Почему? Почему Друначарья, зная, что его убьют, именно убьет Дриштадюмна, он все равно передает ему знания? Первое, Махатма прав. Надо выполнять свой долг. Учитель знает, он должен. Еще? Да. Мне кажется, ну, как сказать, он бы хотел, чтобы он получил эти знания, потому что эти знания были важны, мне кажется. Он хотел подарить знания, потому что он учитель, он как бы дарит знания. Так, хорошо, спасибо. Анжелика, вы что хотите сказать? Хорошо, а тогда я вот такой вопрос задам. А как вы думаете, Друначарья боится смерти? Не знаю. Анжелика, не знаешь, боится Друначарья смерти? До того момента, как Кришна ему рассказал Махабхарате, что ты вообще так развивался так, что ты все боялся. И он убрал страх смерти у Друначарьи. И обучал, что Друначарья, его сын вообще, Ашватхама, вообще ой-ой-ой, какой грешник. Поэтому Друначарья потом избавился от страха. И он дал возможность, чтобы Дрюна убил его. Итак, спасибо, Махабхарате. Так все же Друначарья боялся за своего сына. А смерти он не боялся. Он не боялся смерти. Это же учитель. Он знал. Это особый учитель. Он знает, что душа вечна. Мы просто это тело меняем, как одежду. Зимняя одежда, летняя одежда. Мы со старостью, когда одежда стареет, или мы вырастаем из этой одежды. Мы оставляем и получаем новую одежду. И Друначарья это прекрасно знал, что тело, оно мы поменяем. А вот душа вечна. И вот Друначарья этому. Поэтому он знал, что он все равно умрет. Так или иначе он видит, что он стареет. И это тело он оставит когда-то. И может получить новое тело. Или вообще он готовился уйти в духовный мир. Ему это тело не нужно было. Это тело заковывает. У Друначарья такие, у души такие волшебные качества, чувства. А вот это тело, оно сдерживает. И Друначарья это знает. Поэтому он не боится смерти. И более того, он знает, что есть долг, его надо передать. И он не боится передать, как Махатма, Алика, вы правильно сказали, он не боится передать эти знания. Пусть Дриштадюмна убьет это тело. И он выйдет из этого тела, он освободится наоборот из этого тела. А если предсказано, что это Дриштадюмна сделает, то бояться этого нечего, значит, Дриштадюмна обязательно это сделает. И наступит такой момент, этому нечего бояться, и пусть у него получится это хорошо и быстро. Таким образом, Друначарья не боялся передать эти знания. Но вот такой вопрос, почему Дуриотх она говорит, он так выстроил твой, выстроил хорошо поле битвы, он так выстроил хорошо свою армию, твой одаренный ученик. Как вы думаете, Дуриотх она хвалит Дриштадюмну? Или он что-то другое хочет сказать другу? Наверное, Дуриотх она хочет это, то есть он оскорбляется Дриштадюмну, то есть он злится на Дриштадюмну, что он так хорошо выстроил армию, что его армия может уничтожиться. Совершенно верно, он злится на Дриштадюмну. Дриштадюмна оказалась хорошим учеником, он выучил всю науку, которую дал ему началье, и поэтому Дуриотх пугается этого. Посмотри, как он хорошо выстроил. Хорошо, правильно. Еще, почему он так, как вы думаете, почему это подчеркивает этому? И он же не просто говорит всем, а он именно подошел к Дроначаре и говорит, посмотри, как он выстроил свою армию, как искусно. И он говорит, взгляни у учителя. он говорит это, потому что он думает, что Дроначаре испугается. Он говорит, это для того, чтобы он сам испугался, и он хочет, чтобы Дроначаре тоже испугался. Почему? Он говорит, смотри, как твой ученик построил эту армию, эта армия сейчас придет и убьет тебя, и этот ученик тоже убьет тебя. Он хочет, чтобы Дроначаре тоже испугался, но Дроначаре не пугается этого. Скажите, пожалуйста, а вот вы бы своему учителю так стали говорить, как бы упрекая учителя, он же упрекает учителя, учитель, ты научил своего врага искусству, вы бы так говорили своему учителю? Вы зачем это говорите, это все равно что оскорбление учителя? Молодец, правильно, правильно ты прямо в суть заметил. София, Алика, а как вы думаете, как нужно разговаривать с учителем? С уважением и, ну, как со старшим. Совершенно верно, с уважением. Почему мы должны так разговаривать с учителем? Потому что учитель, ну, он учит нас и показывает, как он становится примером и для подражания. И даже если этот человек младше тебя на класс, то ну, все равно нужно разговаривать как со старшим, потому что это как твой наставник. Совершенно верно. Спасибо большое. Очень прямо верно заметили. Гитамрита, ты включила камеру, тоже хочешь поделиться, почему так себя ведет друг период, что это показывает, в каком его внутреннем состоянии? Я даже не знаю, но я камеру не включала, я просто картинку сменила. подумала. Ну, хорошо, как ты думаешь, почему Буретхан испугался, увидев такую армию большую? И как нужно относиться к учителю? Ну, к учителю наверное относиться с уважением, разговаривать как-то спокойно, слушать то, что он говорит. Спасибо большое, главное слушать, что он говорит, это очень важно, да, действительно, потому что он нас обучает. Спасибо большое, и еще София, мне понравилась твоя мысль, что можно говорить, ну, даже если человек младше меня, но он знает лучше что-то, то я должна уважительно к нему относиться, допустим, я не умею вышивать, но если я сейчас приду на занятия, а там сидит молодая девушка по сравнению с мамой, я уже старушка, бабушка, там сидит молодая девушка, и она меня учит, как вышивать крестиком или кладьей, то я буду ее слушать тоже с уважением, потому что она лучше меня знает, как вышивать, чем я, несмотря на то, что я старший. Таким образом, мы будем относиться к старшим по возрасту уважительно, потому что они знают больше, у них опыта есть больше, и еще даже уважительно к тому, кто знает, какими-то обладают знаниями лучше, чем я. Допустим, я пойду на рисование или играть на скрипке, даже если я уже взрослая, я все равно буду уважительно относиться к учителю, который по возрасту может быть моложе меня. Хорошо, спасибо большое. Итак, вот получается, что Дуриотхана реально испугался, испугался и стал запугивать своего учителя. Он говорит, он хотел, чтобы учитель тоже испугался и все силы приложил для того, чтобы сражаться с пандалом. Как вы думаете, почему он захотел, чтобы Друначарья все силы включил против пандалов? Почему он захотел, чтобы у Друначарьи больше сил, желания возникло, страсти воевать с пандалами? Ведь это если он... Да, ведь вообще-то Друначарья и Пхишма жили на подаянии у Дуриотханы, поэтому они наделились его скверной. Так, да, есть такой момент, что Друначарья, он стал получать зарплату от Дритараштры. И поэтому как бы это наоборот его связывало с этой армией. И поэтому это он должен обязательно был защищать. Ну и оказался он на стороне Кауравов, потому что он больше любил сына своего, а сын был на стороне Кауравов. Хорошо, хорошо. И это в конце концов это, как ты правильно сказала, Махатма, это приведет к оскорблению. Это оскорблению учителя. Хорошо, а как еще думаете, почему все же он стал говорить такие слова, чтобы Друначарья захотел сражаться с пандавами? Подсказка. Как Друначарья относился к пандавам? Анжелика или Гитамрита сам? Рада, как относился Друначарья к пандавам? Я пока что не могу говорить. А, вот он так. Хорошо, ладненько. Анжелика, вы подняли руку, да? А какой был вопрос? Что еще раз? Какой был вопрос? Какой был вопрос, как Друначарья относился к пяти братьям пандавам? Мне кажется, смиренно. Смиренно. А как он их любил или уважал их? Может быть, ненавидел их? Не знаю. А, хорошо. Ну, наверное, их любил. Совершенно верно, он их любил. Друначарья очень любил пандавов. И поэтому Дурьотхам понимал, он увидел Друначарью, он увидел, понял, по состоянию Друначарьи, что Друначарья не хочет сражаться с пандавами. Он оказался на стороне Каурава, на противоположной стороне, потому что сын его там присутствовал. А так он не хотел сражаться против пандавов. И Дурьотхам это заметил. Он подошел к Друначарью и стал ему говорить такие слова, чтобы Друначарья захотел сражаться с пандавами. Он говорит, вот, посмотри, эта армия выстроена твоим учеником, ты ему дал знания, а он хочет тебя убить. То есть он его призывает, ты должен сражаться, ты должен сражаться против них. И это показывает о том, что Дурьотхам боится. Он боится, что несмотря на то, что у него большая армия, но главные силы не хотят сражаться с пандавами. Главные силы это Друначарья. И Бишма. Они любят пандавов и они не хотят сражаться против пандавов. Поэтому Дурьотхана и хочет разозлить Друначарью против армии пандавов. Вот такая ситуация. Как видите, Дурьотхана он политик. Он использует вот эти рычаги влияния на сознание человека. Но мы понимаем, что Друначарь он будет выполнять долг, потому что он отец и он понимает, что это желание Господа, чтобы эта битва произошла. Поэтому он будет принимать участие в этой битве. А так он мог уйти просто из этого поля битвы Горохшевер. Но знает, что его судьба участвовать в этой битве и что по этой его судьбе его должен убить сын его друга Друпада Дриштадюна. Поэтому он принимает в этом участие. Друначарья это все уже видел. Он Ачарья, он великий мудрец, преданный Кришне и он знает свою судьбу. Поэтому он спокойно на поле битвы Курокшетра. Он знает, что произойдет. Он знает, что он будет убит. Он знает, что он должен участвовать в этой битве. Поэтому он спокоен. Зная свое будущее, он спокоен. И это пугает Дуретхана. И он хочет его разозлить. Но это все выльется плохо для Дуретхана. Первое, что он делает, что делает слова, что делает Дуретхана, он оскорбляет своего духовного учителя. И это признак, первый признак поражения. Тот, кто оскорбляет своего духовного учителя, означает, что он проиграет. То есть он становится на сторону зла. Он призывает злые силы. Как всегда, Кришна сделает так, чтобы зло было проиграно, чтобы зло проиграло, чтобы зло было побеждено добром. Таким образом, первые слова, которые произносят Дуретхана, это слова, которые приведут его к поражению. Он оскорбляет своего духовного, ой, прошу прощения, не духовного, а своего учителя по оружию. Он Дуретхана и все пять пандалов, сто учеников, сто сыновей Тритараштры и пять сыновей панду обучались у Друначарии. И они должны выражать ему почтение, уважение, потому что он научил их военному искусству. И сейчас они стоят на поле битвы Курукшетры. Хорошо, а как вы думаете, а если бы вы оказались на поле битвы Курукшетра и подошли бы к своему учителю, который вас научил, всему военному искусству, что бы вы сказали? Махахна, что бы ты сказала? Спасибо, учитель, что ты меня так хорошо научил, теперь я смогу сражаться как настоящий профессионал. Совершенно верно. Хорошо, София, Алика, а вы бы что сказали бухому учителю? Какие бы ваши первые слова? Ну, да, вот благодарность тому, что он сумел научить, что он, скорее всего, верит, что мы сможем победить, так как он научил нас как сражаться? Спасибо, совершенно верно. Благодарность за то, что он нас научил сражаться. Хорошо, а теперь еще один такой момент, ведь они оказались и на поле битвы еще стоит Кришна. И это пандавы, они знают, что все зависит по воле Кришны. Мы тоже спели почему Харе Кришна сначала, чтобы мы могли эти знания принять, чтобы эти знания нам открылись. Мы пропели мантру Шрили Павпаде тоже с благодарностью, это значит благодарность Шрили Павпаде, что он нам дает комментарий, он нам объясняет. Все, что я сейчас с вами говорю, это благодаря тому, что он нам раскрыл это все Шрила Павпаде, и мы вникаем в эти тексты, что стоит в тексты именно слов главных героев, это понятно, становится благодаря Шрили Павпаде, Ашрила Павпаде, почему нам это дает комментарий, потому что Кришна хотел нам передать эти знания, понять истину, и когда мы с вами тоже общаемся друг с другом, и если мы видим человек со злостью подходит, и вы, наверное, участвовали в таких ситуациях, когда человек подходит, и он говорит, смотри, он обзывает тебя, или посмотри, он такой сильный, или посмотри, она красивее тебя, что за этим стоит, как вы думаете? Да, Алика, София, как вы думаете, что за этим стоит? Когда подходит девочка и говорит, Алика, София, смотрите, она красивее вас, как вы думаете, что за этим стоит? Зависть. В точку, прямо в точку, зависть, она завидует, но она не просто завидует, а почему она вам это говорит? Потому что, может, она боится в лицо ей сказать, не знаю. Так, в лицо ей сказать, хорошо. Что ещё? Не знаю, как это объяснить. это сплетня называется, не знаю. Так, совершенно верно. И она ей завидует, и она ищет ещё таких же завистников. Она хочет создать коалицию, так скажем, группу, которая будет её не любить. За что? Потому что она красивее. вот Дуриотхана так и поступил. Он подходит, говорит, смотри, у них армия какая красиво выставленная, это ты, ты его обучил этому. Мы понимаем, что за этим стоит страх, ненависть, зависть. Хорошо. Вайалан, Вайалан. А вот если бы к вам, да, вот подошли и сказали, он сильнее, посмотри, какой он там сильный. И подошёл другой бы ваш знакомый и сказал, смотри, какой он сильный. Ха, посмотреть. И стал бы всем другим говорить, смотрите, да, это ботан. Почему обычно говорят, это же, ну, бывает же в школах собираются там сильные мальчики, да, посмотрите, это ботан. Что за этим стоит, как думаешь? Ну, ботан, то есть он как слабее нас, да? Что за этим стоит? У него просыпается зависть и он хочет других людей призвать против него. Совершенно верно, правильно. А в чём зависть будет появляться? У девочек лучше так красивее, а здесь зависть чём? Потому что он умнее. и ему завидно, он сильный, но он ленивый, допустим, не учится, у него плохо знания приходят к нему, а он не сильный мальчишка, но знает хорошо, отвечает на занятиях отлично. И вот счастливые, они обращают на это внимание, они знаете, его хорошие качества выставляют как плохое. Они не говорят, не подходят к нему и говорят, слушай, какой ты умный, ты молодец. А вот мешает ему принять такое состояние, он сильный или он умный, а я сильный. Он сильный, а я умнее его. И здесь главное, почему Кришна сказал, а я не буду на стороне ничьей сражаться, потому что Кришна, для Кришны и Пандавы, и Кауравы, он всё это создал, и они ему дороги, кто-то сильнее, кто-то умнее, кто-то хорошо бегает, кто-то больше тяжести может поднимать, кто-то красиво рисует, кто-то вкусно готовит. Разве можно их сравнивать и сталкивать друг с другом? Конечно же нет. Мы сразу видим, что это делать нельзя. И вот здесь как раз показывается, вот мы должны увидеть, как нельзя поступать. Вот так поступает Дуриотха. И мы уже сразу видим, что это зависть, вы все правильно отметили, это зависть им руководит. И зависть, что оказывается, они тоже могут быть сильными. У них тоже есть армия. То есть другими словами, если перенять на нашу ситуацию, у него есть тоже таланты. у кого-то один талант, у кого-то другой талант. А у вас тоже есть таланты. У всех есть таланты. И поэтому завидовать не надо. Все эти таланты сливаются только в одной личности. Какой личности? Все таланты сливаются в какой личности? Да, совершенно Кришна. Да. И вот поэтому люди, они тоже завидуют Кришну. Да, вообще это седьмая глава была, седьмая там она говорила, что таланты. в таланты. Супер, супер, Махатна. Видишь, ты действительно знаешь все описания. Да, он скажет, да, действительно. Потом Кришна объясняет. Но вот сейчас, чтобы потом слова Кришны принять и понять, что все качества, которые есть у человека, они присущи Кришне. А у нас они какие-то то, одно какое-то качество, или можно пять, шесть качеств. Но не все качества. Три, четыре может быть качества. Кто-то красиво поет, кто-то красиво танцует, кто-то и красиво и поет, и танцует. Но не может быть, чтобы и богатым был, и красивым, и умным. Это редко, редко, чтобы в полной мере соединялось в одном человеке. Есть это только, возможно, у личности Господа Кришны. И вот здесь они собрались, потому что они не могли принять друг друга такими, какие они есть. А как вы думаете, зависть во что порождается? К чему приводит зависть? К чему приводит зависть? Нет. Махатма, да? Просто, Махатма, если ты можешь поднимать, то кумус. Ну, говори, говори, Махатма. Гнев. Разделение, то есть зависит. Гнев. Совершенно верно. А потом уже по членам идеально жить. Вот. Угу. Угу. Гнев. А гнев к чему приводит? Да. Гнев приводит к потере разума. Потеря разума приводит к потере памяти. И тогда человек погружается в причину материальной жизни. Хорошо. Хорошо. Абайлан, вы что хотели сказать? Гнев к чему приводит? К страданиям. К чему еще раз? К страданиям. Он начинает сам страдать. Правильно. Дуретка. Он же страх возник. У него страдания сразу. Страх, боязнь. Хорошо. Но он прикрывает этот страх чем? Он хочет сражаться. Когда загнивает разум, гнев, гнев загнивает разум, человек начинает плохо мыслить, а начинает двигать руками, бить ногами, начинает драться. Вот мы это и видим. В начале этой битвы вот такой диалог происходит. Спасибо большое. Мы так глубоко погрузились в понимание состояния Дуретхана. Этот Дуретхан нас учит. Кришна почему это рассказывает? Почему он делает, чтобы Санжай нам это рассказал? Чтобы мы поняли, как делать нельзя, что стоит за завистью, к чему приведет эта зависть? Гневу. Гнев придет, теряем рассудок. Вот как вы верно все сказали. И будет страдание, будет страх, и будет либо этот страх люди начинают прикрываться, давайте сражаться, биться, бить другого человека. Вот такой интересный с вами момент рассмотрели. Вот итак дальше Дуретхан просто перечислил еще какие еще кто стоит на стороне пандавов. Арджуна, он понимает Пхима. Почему, как вы думаете, смотрите, почему в этой армии много отважных лучников, которые не уступают бою, Пхиме, Арджуне, то есть в армии пандавов много лучников. Почему-то он сначала говорит о лучниках, а потом говорит, что они такие же сильные, как Пхима, Арджуна. Почему он сначала называет Пхиму, как вы думаете? Потому что это не просто какой-то обычный человек, а это брикодар, волчья брюга, еще сильный, как Ваю, он же ведь сын бога Ваю. Супер, Махатма, ты вообще знаток, хорошо. Почему еще, как вы думаете, Пхиму? Совершенно верно. А еще, почему Пхиму? Почему прежде всего называют Пхиму? Да, Рада. Меня слышно? Слышно. А еще потому, что он, наверное, его очень сильно боится, потому что он может сильнее быть в трех, десять, сколько людей он сильнее обычно, три-четыре человека сильнее вводит. Да, да, совершенно верно. Знаете, Дуриотхан тоже был сильный. Он тоже был очень сильный. Но Пхима по силе был сильнее его. Вот, я вспомнила, потому что Пхима, это еще когда это, еще когда о Траупаде оскорбили, то есть душа с Дуриотханой, Пхима сказал, я тебя убью, я тебе в бедро дарю, бью тебя. И этого боялся очень сильно в Дуриотхан. Молодец, Махатма. Пхима обещал, я тебя убью, я тебя убью, Дуриотхан, я тебя убью. И он обещал, а если он дает обещание, он выполняет это обещание. Хорошо, а еще почему, есть еще одна. Вот, подскажу, смотрите, какое оружие, какое орудие в руках Дуриотхана? Да, Байла, вы потянули руку, я извини, чуть раньше. Ну, если готовы отвечать, если нет, то да, рада. Булава вроде бы. Да, булава, а у Дуриотхана булава, а Пхима каким орудием сражался тоже? Байла. Можно? Ну ладно, вы рады скажите. Да, рады скажите, да. Он тоже вроде бы булавой. Совершенно верно, у него, вот они вдвоем, и у Пхимы булава было основное оружие, и Дуриотхан основное оружие. Значит, на поле битвы они будут вдвоем сойдутся, именно они будут сражаться. Если Арджу на лучник, он будет прежде всего с лучниками, как лучник с лучниками сражаться, с Карной, да, то Дуриотхан обязательно столкнется с Пхимой, потому что и тот, и другой сражаются на одном и том же виде оружия. Используют одно и то же орудие во время битвы. Это булава. И поэтому он сразу говорит в бою Пхиме, он напоминает Пхиму. Он больше всего боится Пхиму. Арджуну, конечно же. Ну и дальше он перечисляет великих воинов Иютхана, Вирата, Друпада. На их стороне такие богущественные воины, как Дриштакету, Чикитана, Кашираджа, Пуруджи, Кунти Бходжа и Шабая. С ними могучие Юдхаманию, грозные Ютамауджа, а также сын Субадры. То есть сыновья Друпади, пять сыновей, все они были действительно тоже искусными воинами. И вот тут, конечно, надо сказать молодец Дуриотхана, он все же их назвал. Да, Рада, что вы хотите сказать? Я хотела сказать то, что вот насчет этого тоже, то, что он, у него, наверное, какое-то маленькое все-таки уважение есть, но она, это как одна из скра, она у него зажглась, но потом сразу потухла. да, есть такое, все же он воспитывался среди ведической культуры, все же его дяди, да, там тоже были, то есть его дяди и этот, как его, ведура, он был ведической, он тоже ему передавал, их воспитывал Бишма, Бишма тоже уважительно относился ко всем, то есть он что-то вобрал в себе хорошее, но так как он больше слушался своего отца, то вот эта жадность к власти, стремление захватить престол мешали ему развивать себе вот эти хорошие качества, которые ему давали другие учителя. Окей, спасибо вам большое. Вот такое вот у нас сегодня было глубокое обсуждение, что же происходит внутри нас, когда мы можем позавидовать и нас учат, мы не должны так делать. Вот. У кого-то есть какие-то вопросы, что вы еще что-то хотите сказать? Да, Рада, Рада, говори. А получается на домашнее задание какую шлаку выучить? А, сейчас скажу, хорошо. Так, Махатма поднял руку. Еще можно еще, я хотела кое-что сказать? Да, конечно. Я еще хотел сказать, что на эту шлаку я не успела, можно мы сейчас с вами останемся и сделаем на следующей шлаке презентацию? Да, конечно. Конечно, нужно и нужно. Спасибо, Рада, жду. Махатма, давайте еще, а теперь еще расскажем, кому что-то наиболее понравилось вот здесь вот сейчас, что вам наиболее запомнилось, понравилось, что мы сейчас обсуждали? Мне больше запомнилось то, что нельзя оскорблять учителей, особенно старших и младших, которые больше знают, вот, их нельзя оскорблять. Только вот я скажу, вот я многих старших я все-таки не люблю, поэтому бывают оскорбляю, а как же мне все-таки к ним относиться хорошо, даже если они что-то плохо делают? Хороший вопрос. Сейчас, я думаю, сразу ответили попозже, ну что, давайте сразу скажу, то, что ты понял, это очень важно, надо уважать, но да, у нас иногда мы, может быть, неуважительно относимся, что же с этим делать? Что делать? Просто принимать. Молодец, принять так ситуацию, какая она есть, хорошо, и если чувствуешь мысль бежит, ты думаешь плохое, остановить эту мысль, а чтобы ее остановить, то нужно другую хорошую мысль пустить, какую хорошую мысль сказать, в этом человеке есть тоже что-то хорошее, а я просто не знаю, этому человеку Господь тоже дал какой-то талант, я просто может быть не вижу этого, вот, и дальше может быть что-то в нем хорошее увидеть, по-любому. Спасибо. Хорошо, спасибо, Махат Мадас. София, Алика, вам что запомнилось, понравилось? Ну, нам понравилось, что получается, здесь наглядный пример того, что не надо завидовать, что это плохо, вот, ну там, что нужно относиться к учителям как, ну, как очень уважительно, и вот, не важно какого возраста там. Спасибо большое, завидовать не надо, а надо уважительно относиться. Супер, спасибо большое, очень мудро. Вайла, а что вам запомнилось сегодня из нашей встречи? Запомнилось, что учителя нужно уважать, так как он тебя учит, он своими знаниями делится с тобой, даже если ты в будущем будешь его убивать, все равно должен его уважать. я думаю, мы не окажемся в такой ситуации, как оказался в штадионе, я думаю, мы будем более удачливы в этом плане. Спасибо большое, хорошо, хорошо. Рада, а что тебе запомнилось, когда ты слушала, что тебе запомнилось из того, что ты услышала? Мне, наверное, больше всего запомнилось то, что нужно даже младше нас, кто нас учит, нужно к ним тоже уважительно относиться, и еще то, что нельзя оскорблять учителей, нужно к ним уважительно относиться, то, что они нам дают знания, а мы к ним относимся плохо, это, кажется, оскорбление. Спасибо большое, очень хорошо подметила тоже. если мы не вот к тому, что все было сказано, еще такая важная мысль прозвучала в твоих словах, и это еще раз прозвучало, и до этого вы тоже ребята говорили, что если мы неуважительно относимся, это оскорбление, а оскорбление придет к тому, что мы проиграем, мы, тот, кто неуважительно относится, он к своему учителю, он обязательно проиграет в этом бою, он не выиграет бой, соревнования, потому что есть неуважительное отношение к тому, кто вам эти знания передает. Спасибо большое. Самба, Гитамрита, что вы скажете? Гитамрита, тебе что запомнилось? Мне запомнилось, как вот этот момент, то, что... А, когда рассказывала лицарю и то, что сражаются только с теми, которые так оживили оружие, чтобы, ну, как бы... Мне кажется, это ещё даже просто справедливо, потому что, если, допустим, лучник будет не стрелять во всех подряд, то это будет как-то... Ну, как-то немного, ну, как сказать, несправедливо, наверное, хотя в бою это, наверное, не особо, но в их время это тоже так, наверное, считалось. Мне так кажется. Вот. То есть лучники должны сражаться с лучниками? Тот, кто имеет орудие булаву, должен сражаться у тех, у кого булава. Ну, Гитамрита, ты прям настоящий кшатрик, знаешь, как надо построить битву. Харе Кришна, это правильно. Это, да, это важно. Если лучника поставить против всех, кто... Лучников поставит тех, у кого булава, то, конечно, лучники, лук, стрела летит дальше, то жить... Ну, воины с булавой, они могут даже не добежать до лучников. Да? Здесь нужно правильно построить битву. И это должно быть... С одной стороны, нам кажется, давайте так и поставим, но это будет нечестно. Спасибо, Гитамрита, что вы говорите. В бою тоже должна быть честность. Это очень важно. Спасибо большое. Самбо, вам что наиболее понравилось? Можете говорить самбо? Не получается? Что-то... А, могу! А, давайте. Говорите, что понравилось? Мне больше всего... Ну... Не могу сказать точно. Не могу что-то сказать. Ну, скажи вот, что тебе больше там. И говори точно. Скажи, как можешь. Ну, вот, мне все понравилось. Молодец. Это правильно. Все понравилось. И это важно. Вот, это такой хороший вывод. Все понравилось. Все, что... Я согласна с тобой самбо. Дорогие ребята, все, что вы сейчас все говорили, мне тоже все понравилось. Все вы правильно отметили. И главное, что мы поняли, как нельзя поступать. А как лучше поступать надо. Желаю вам вот в своей жизни это применять. Если у кого-то что-то еще добавить, как раз подходит время. Нужно заканчивать. Ну, вот уже все. Чтобы вам еще дела делать, и чтобы вы могли правильно относиться к своим родителям. То, что мы сейчас с вами все про это говорили, чтобы вы могли эти знания применять. Давайте прославим Бхагавадгиту, Ши-вы-прохваду. Бхагавадгита ки, Ши-вы-прохваду ки. А нам такой, типа Вайшнава, Валиндаки. Жай, Жай, Шри-рады. Жай. И давайте предложим свои смиренные поклоны. Всем Вайшнавам, полны сострадания. Как древо желания, могут выполнить наши желания. А у нас такое желание стать чистыми, преданными и вернуться домой к Богу, распространяя сознание по всему миру, сознание Кришны. Харе Кришна, дорогие преданные. На санскрите это звучит так. Ванча-гава-рубишча, крипасинку-вэйвишча, патитанам паванабхио-вишна, вэйян-монамха. Харе Кришна, дорогие дамы, милые и маленькие Вайшнави, вас 8 марта. Желаю вас всегда оставаться такими же красивыми, быть умными, удачливыми, счастливыми. И всех ребят, ваших мам, бабушек и сестер тоже поздравляю с 8 марта. Спасибо большое. С 8 марта. Спасибо. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Всего слава. Харе Кришна. Всего самого хорошего вам всем. Спасибо. Останавливаем. Харе Кришна. Совершаем. Спасибо. 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 Спасибо.